Итак, приветствую друзья и гости канала. Всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем огромнейший привет. Сегодня заснял для вас экскурсию по Мацесте. Да, кстати, если вы приехали на Мацесту, вот с левой стороны у нас идет тропа здоровья Теренкор. Ее завтра сниму, если погода будет хорошая, если будет потрясающая. Потому что я понял, что я себе сделал Новый год подарок и куплю себе сейчас еще два аккумулятора. Потому что два аккумулятора, которые я с собой беру, хватает ненадолго. Два аккумулятора хватает максимум на час. Видео именно в хорошем качестве, если используют внешний микрофон и так далее. Поэтому давайте попробуем с вами посмотреть. Ну что, вот такая красота. Сегодня 2 января, чтобы вы понимали. Едем мы сейчас в Мацесте, едем в сторону Виноградная. Ну, скажите, что очень круто? Мне очень нравится. Даже может вдоль дороги идти, такое ощущение, как будто ты находишься где-то там, не знаю, где-то находишься в лесу, где-нибудь в лесопарке. Красота! Это район у нас Приморья Благодать. У меня сегодня болит голова безумно. Очень сильно болит голова. Прям я даже уже не знаю, что мне делать с этой головой, если честно. Давайте пропустим. Ну, езжай, езжай, езжай. Хотя я видел, что сужение дороги мог заранее строиться. Ну и, конечно же, здесь много всевозможных санаториев, очень много всевозможных профилакториев, потому что мы как раз сейчас находимся высоко, так скажем, над уровнем моря. И здесь прям действительно сочетается... Ты что делаешь? Мало того, что проехал как... Ну, 761-й регион, это у них всегда такое. Ладно, я не с вами дальше. В общем, здесь вот самые такие знаковые санатории находятся. Такие, как санаторий Аджинькидзе, но реально. Санаторий Паравда, проехали мы санаторий Актер. В общем, много таких вот прям знаковых санаториев. Кстати, в санаторий Аджинькидзе снимался фильм художественный, который называется у нас фильм-сказка Старик Хатабыч. Там, где у нас счастливые дети, счастливые, не знаю там, пионеры, в конце концов. Ну, красота. И сейчас потихонечку подъезжаем в микрорайон, который называется Злая бытха. Почему Злая бытха? Ну, потому что... Потому что бытха сейчас это у нас один из тех микрорайонов, который очень сильно разрастается. Если раньше Дагомыс разрастался микрорайон, то сейчас именно разрастается микрорайон, который называется бытха. Там все эти жилые комплексы, такие монстры, как кислород, Сочи парк, Атлантис. И резиденция, действительно крутые комплексы. Построился еще там White Palace, бытха 2016. И тем самым, конечно же, очень много людей на огородних переезжает в этот микрорайон. Потому что Дагомыс как бы не все хорошо относятся к Дагомысу. А вот бытха это золотая середина. И гимназии тебе есть, и до моря дойти спокойно можно. И даже мои родители живут тоже на бытхе. Ну, реально, живут на бытхе, им там нравится. Считают, что это лучший микрорайон. Мне тоже бытха нравится, честно скажу. Прям зашел. Я бы провернул бы одну аферу, но пока не буду проворачивать. Ну, а мы с вами сейчас в небольшом заторе делимся. Потому что вот здесь как раз есть такой момент, есть сужение дороги. И образуется такое горлышко. Самое интересное, что после бытхи этого нет. После бытхи движение хорошее. Именно поэтому я для себя не рассматриваю локацию, именно локацию вот там, где у нас Актер Галакси, там, где у нас Сан-Сити, там, где у нас Королевский парк и так далее. Не рассматриваю эти варианты по одной простой причине, потому что я понимаю, что вот эти пробки всегда предстоять. Но именно бытха, где у нас поворот, где у нас та самая хитальная, там, конечно же, все очень даже хорошо, прекрасно и замечательно. Сейчас на моих глазах мужик просто в реке Мацесте поймал форель. И не просто там форель какую-то мелкую, килограммовую, огромную форель. Килограммовую. Вы можете себе такое представить? Килограммовую форель. Я был просто в шоке. Я даже по-другому никак даже и назвать не могу. Но я просто был в шоке. Представляете себе? Я бы никак в жизни не поверил бы, что в реке Мацесте у нас вводятся килограммовые форели. Но они есть. Это реально очень круто. Очень круто. Ну и посмотрите, да, сколько зелени. Просто даже можно вдоль дороги гулять. Во-первых, вы будете гулять безопасно, потому что, вот видите, здесь ограждение. Если даже кто-то там перепраздновал и заедет там как-то на той стороны, там, то все равно вы будете в безопасности. Ну и опять же в этом месте мне нравится бегать. Здесь пробегаешь, здесь прям очень хорошо. Ну-ка, давайте попробуем другую. Погода в Сочи завтра. У вас есть встреча. Весь день завтра новогодние каникулы. Погода в Сочи завтра. Ожидается солнечная погода завтра. Дневная температура будет колебаться вокруг отметки 13 градусов, а минимальная температура ночью 4 градуса. Ну, завтра еще один прекрасный день, еще одна прекрасная возможность для вас что-то такое интересное заснять. Поэтому завтра я с большим довольствием сниму еще одну для вас экскурсию. Ну, блин, Новый год, вот действительно, вот знаете, даже вроде и предновогоднего настроения в Сочи не было. Но вот эта погода, вот эта просто потрясающая погода, вот эта просто вот эта зелень, да, вот эти люди, которые улыбаются, вот эта вся такая атмосфера, она просто, блин, она просто, не знаю, ты прям не можешь нарадоваться. Поэтому, конечно же, люди в Сочи, они гораздо все жизнерадостнее, позитивнее, потому что, ну, тяжело быть скотиной в окружении вот этой всей красоты. Тяжело быть. И даже если у тебя там какие-то бывают дурные мысли, ты все равно приезжаешь в Сочи и становишься немножко другим. Становишься лучше, 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 еще раз лучше. Я даже по себе заметил. Потому что я никогда в жизни не был идеальным. Но теперь понимаю, что я тающий скотин. Ну, вот, видите, приехал в другой город и стал человеком. Это же хорошо. Хорошо. Красота. 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 Ну, а мы с вами потихонечку едем. Сегодня много чего для вас поснимал. Знаете, вот для себя понял, что вот ты снимаешь, пешком ходишь, в то же время там, не знаю, там какую-то норму делаешь. Свою. И в то же время для вас открываешь что-то новое. Я решил 1-2 января вас не грузить. Все возможные квартиры, домами. Потому что я прекрасно понимаю, даже если показывать вам супер дома, экскортирую или эконом, все равно 80% россиян, они недоступны. Потому что, ну, действительно, как бы цены в Сочи такие, не низкие. Низкие только на Авито. Поэтому, чтобы новогоднее настроение вам не портить ценами, реальными на недвижимость в Сочи, поэтому будем снимать только прогулки. И прогулки снимать именно в том месте, где можно погулять бесплатно. Например, только в одном месте, вот я сегодня заплатил 150 рублей, это я, в свою очередь, дошел именно до источника вот этого сероводородного. Вот там реально красиво. Там прям мне понравилось, там прям круто, там красиво. Даже не жалею, что он 150 рублей отдал, там, где входят в пещеру, но в пещеру я попасть не смог. Ну, очень круто. Сегодня я хотел поехать в баню, но почему-то у нас все пацаны промолчали в бане. Ну, и, конечно же, давайте посмотрим, что же мне там показали часы, что я сегодня у нас находил. Норму, конечно, я еще не выполнил. Афигеть. Еще и собакой, да? Значит, так, шаги. 10 тысяч уже. Ну, в целом, в принципе, неплохо. А вчера сколько у меня получилось? Вчера ходьба была 28 минут и 35. Сейчас был час ходьбы. Ну, а сегодня, наверное, еще не подвели итоги. Ну, в целом, в целом, в целом все хорошо. Активность есть. Ну, что. Вот на бытх, да? Здесь, видите, уже пробок от других не бывает. Тоже большой, огромнейший плюс. И вот здесь, если повернута право, как раз там живут меня родители. Здесь есть и стадион хороший. И сейчас мы с вами пора идем через центр. Ну, кстати, здесь пробочка сейчас будет, небольшая пробка. Ну, я думаю, не критично. А вот здесь, вот это Дендрарий. Дендрарий, парк Риньера. Зачем я снимаю видеоролик сегодня? Да просто подразнить вас. Показать, какая у нас потрясающая погода. За бортом плюс 13 градусов. Я пока сегодня прошелся и даже весь пропотел. Хотя у меня легкая куртка. А, вон магазин Охотник Рыбалов. Вот, куда я хотел с ним зайти. Охотник Рыбалов. Вот, на пицах. Ну, смотрите, народ оживился, да? Вчера улицы там пустые были. А сегодня все, люди прям оживились. Да, это у нас здесь светофор заработал. У нас в Кабуле, когда светофор начинает работать, начинают пробки появляться. И вот смотрите, вот так мы с вами подъехали к Дендрарию. С левой стороны нижнюю часть Дендрарию. Хоть нижнюю часть Дендрарию считается поинтереснее, на ней можно отдельно сделать вход, но мне нравится больше прогуляться прям от души в душу. Поставила себе цель в этом году каждый день час ходить. Час, чтобы была ходьба. Каждый день час ходить. Можно же бегать, может, не получается, но ходить час нужно. Ну, вот, наверное, все идут в центр Сочи. В центр. Поэтому у нас есть такие большие звезы тоже сейчас. Все в центр Сочи. Ферс такой классный, встал прямо посередине дороги. А, еще и ушел. Офигеть, еще и ушел с машины. Обалдеть. Сегодня, кстати, не воскресеньем, сегодня понедельник, если не ошибаюсь. Да, понедельник, 2 января. Такое ощущение, как будто воскресенье. Воскресенье. Я не знаю, если решил перестроиться. Это принципиально не пускает. Наверное, с Краснодара на фокусе. У нас на фокусе. Да, скажет, ну, пусти ты его. Хоп, я тебя, в принципе, айлен не пущу. Такой пораженнейший такой. Тем более скажет, ты на Мерседесе ездишь, я на фокусе, на универсале. Дело принциповое. Ну и на Мерседесе уже перенесли. Ну ладно, не ходите пускать. Давайте будем. Ну что, кстати, вот здесь, да, здесь светофор у нас был за затор. Теперь сейчас он будет автобус обгонять, его тоже не будет пускать. Посмотрим, как это приятно, неприятно. Когда сам не пускает, а себе посмотрим. Цирк, кстати, ни разу не был в цирке. Есть желание в цирк сходить. Как говорится, не с кем. Ну, это такси. Потому что это дорога выделена либо для автобусов, либо для такси. Видите? Жизнь тяжелая, приходится такси подрабатывать. И такси может быть. Ну что, это у нас район Светлана. Самый-самый центр. В общем, от Мацесты даже, если до района Светланы, 15-16 минут. Ну, разница, конечно же, колоссальная. Ценена недвижимости. Мацеста квартиры подешевле, а дома подороже. Сейчас я быстренько зайду, смонтирую видеоролик. Да, привет. Сделай, пожалуйста. Сейчас приеду. Сейчас сделаю небольшую паузу. Заряжу все. Ну, тоже видишь, что тут такси, наверное, надо. Я просто не понимаю смысл ехать по выделенной, да? Вот смысл ехать по выделенной. Ну, вот видите, это здание тоже у нас разбирает, разбирает. Но такое ощущение, как будто бы просто приехали, должны были стекла хорошие, стекла поснимали, и все. И на этом разбор здания прекратился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Кстати, вот, ребята, особенно те, которые пишут, ну, ставят дизлайки плохие, вот скажите, в чем вот прикол? И вот, когда вы, например, вызываете эконома, а к вам раз и приезжает какой-то там, например, Kia K5, либо приезжает Toyota Camry, и когда вы ставите низкую оценку, вот скажите, пожалуйста, вот в чем прикол? Вот, что вот в IT делает не так, ну, на ваше усмотрение, что вы всегда стараетесь, если вот прям приехала машина двумя классами выше, потому что есть эконом, комфорт и комфорт плюс, почему вы, как правило, всегда стараетесь не поставить низкую оценку? Мне просто интересно, ну, мне просто самое интересное. Вас приветствует автоответчик. А вот здесь дорога идет налево в сторону санатория Русь, Беларусь, Нева и так далее. И политический университет находится здесь, в Политех. Ну, видите, все люди на позитиве, все радостные. Кстати, я удивился, с утра столько людей было-то бегали, все, очень круто. 2 января, все на спорте, очень-очень круто. Даже я сейчас видеоролик смонтирую, может, тоже пойду и пробегусь, раз спортзал закрыт, поэтому возьму немножечко и пробегусь. Ну, как бы так. Ну, все, ребят, вам хорошего настроения, побольше позитива. Напишите ответ, почему такое случается. Вопросы я уже озвучил. Ну, и напишите, в каком бы месте вы хотели бы виртуально со мной побывать. А теперь всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok